Первый день. Первый, шестой. Второй, пятый. Третий, четвертый. Второй день. Второй, шестой. И третий, пятый. Давайте проверять. Первый перешел в шесть, потом в два. Отлично. Второй перешел в пять, потом в три. Включай. Третий в четыре. И все. Четвертый в три и в пять. Получилось. Пятый в шестой. В шестой сначала в один. Все, в один выход. У нас действительно случилось. К сожалению, у таких человек, что называется, у него получается. У остальных не получается. Но, если я сейчас нарисую картину для шестой. То тогда мы будем участвовать. Дальше. Что значит, в данном случае, нарисовать эту картину? Для трех картинок такая. У нас есть числа. Один, два, три. Мы договорились с типу часовой стрелок. Правильно? Что происходит в первый день? Меняются местами один и два. Господа, вообще-то это называется осевая симметрия. А второй день меняются местами один и три. Вторая вот осевая симметрия. Смотрите, пожалуйста, сюда. Что это за преобразование? Преобразование, меняющее местами один и два. Что вот это за преобразование? Преобразование, меняющее местами один и два. Хорошо, теперь давайте пойдем к второй партии. Наверное, вы уже догадались, что нужно сделать. Нужно на этот раз вписать в окружность квадрата. Итак, один, два, три, четыре. Хорошо, меняем местами один, два и три, четыре. Как ни странно, это тоже особая симметрия. Вот такая симметрия меняет местами один, два и три, четыре. А что мы делаем в стороне? Меняем местами один и три. А это же вот такая процедура. Меняем местами один и три, это какая связь в окружность квадрата. Если возьмешь круг и сделаешь две оси, то на самом деле круг повернется. Это очень легко на самом деле понять, если вы возьмете действительно любой кружочек и подумаете, вот, представьте, вы его берете переворачиваете, а потом переворачиваете относительно другой прямой. Вот смотрите, у меня сейчас ладонь направлена к вам. Это все видят? Да? Вот видите, белая ладонь, да? Я делаю симметрию относительно какой-то прямой. И вы теперь больше ладонь не видите. Так? А потом я делаю симметрию относительно какой-то другой прямой. И теперь вы видите ладонь, но она повернулась. Согласны? Вот здесь ровно такой эффект. Когда вы берете две прямые, перевернули круг, и потом относительно другой прямой перевернули круг, то круг повернулся, а нам не на это нужно. Чтобы у нас была циклическая перестановка, нам именно не нужно сделать две осевые симметрии. Так, у меня еще две картинки. 1, 2, 3, 4, 5. Нужно делать хитрое. Давайте рисовать. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим, что вы здесь предложили. Заметьте, это вы предложили, а не я. Меняешь местами 1, 2, 3, 5. Так, меняешь местами 1, 2, 3, 5. Тоже осевая симметрия. Все понимают, да? Поменял местами 1, 2 и 3, 5. Вот это. 1, 2, 3, 5. И во второй день 1, 3, 4, 5. Так, меняешь местами 1, 3, 4, 5. Слушайте, а это вот такая симметрия. На равные части. Здесь на 4, здесь на 3, здесь на 5. И мы рисуем оси. Оказывается, что для того, чтобы выполнить циклическую кутоку, достаточно сделать 2 осевые симметрии. Так, опять-таки, здесь не я делал, здесь вы делали. Давайте посмотрим, что это такое. Нужна окружность, разделенная на 6 равных частей. Первый день мне предложили сделать вот такую симметрию. 1, 6, 2, 5, 3, 4. Отлично. А во второй день 2 и 6, 3 и 5. Что такое меняешь местами 2, 6, 3 и 5, на во второй день. Оказывается, геометрически это понять намного легче, чем если рисуешь только число. Сейчас вспоминаем, что у нас была вот такая венущая циклическая кристалла. Помните ее? И соображаем. Как же ее представить на картинке? Мне нужно, чтобы произошел поворот ровно на 12-ю часть на 560 градусов. Дорогие мои, вы сейчас должны мне указать 2 осевые симметрии. 1, 4 и 5, 7. Ага. Вы хотите взять ось вот такую, да? В качестве первой оси симметрии давайте ее обозначить прямая S. Понятно? Два раза сделаешь, все идет на место. Это будет в первый день. Так. Обратите внимание. В первый день в результате вот этот человек никуда не перешел. А теперь нужно сказать вторую ось. 5, 7. Нет, не верно. Между 1, 5 и 7, 4. Абсолютно верно. Вот это вот такая есть между. Между ними угол половины нужного поворота. Но когда вы возьмете композицию, повернется ровно на нужный поворот. Вот так. Ребята, я немножко криво нарисовал. Вторая ось. Давайте ее обозначу. И преобразование L. Это симметрия относительно вот этой. Преобразование S. Симметрия на симметрию. Давайте сейчас аккуратно все выбежим. Итак, что делаем в первый день? А очень просто. Меняем местами 5, 6, 10 и 11. Меняем местами 9, 12. 2, 8 и 3, 7. 2, 8 и 3, 7. Вот это операции первого дня. Теперь операции второго дня. Давайте отчеркну и пишу операции второго дня. Это вот что такое. Меняем местами 1 и 5. 6 и 11. Что там бывает еще? 3, 10. 2, 12. 2, 12. 3, 8 и 4, 7. 3, 8 и 4, 7. Будьте добры выписать все транспозиции, которые я написал. 2 и проверить. То есть берем какое-нибудь число. Не знаю, число 9. Смотрим, куда оно здесь перешло. 12. Отлично. А 12 куда перешло? 2, 9. Берем какое-нибудь другое число. Например, 7. 7 внизу. Куда перешло? В 3. 3 куда перешло? В 8. Отлично. 7, 6, 8. Проверьте для всех чисел. Композиция двух насибых насиметров это поворот, но он двойный указ. Это действительно так. Давайте я вам еще по секрету скажу, как можно было, что называется, по-другому это объяснить. А по-другому, когда вы делаете вот такую сметку, это на самом деле фактически то же самое, что переписать числа в обратном порядке. Так, значит, уже вот есть числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте их надевите, если надо, не важно. И должно произойти следующее. 1, 2, 2, 3, 3, 4, быстрее. Ребята, можно было не рисовать картинку, но на самом деле, если вы подумаете, то же самое, что рисовать, те же самые числа в обратном порядке. Смотрите, 9, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И после этого вдруг обнаруживают следующую штуку. Что вот это преобразование, это на самом деле инвалидность. И это тоже. Объясняю, почему инвалидность. 9, 1, 2, 9, 1. 2, 8, 2, 8. 3, 7, 3, 7. 6, 4, 6, 4. Светы инвалидности. И здесь вот, видите, 2, 9 и 2, 3, 8 и 3, 8. 7, 4, 7, 4, 5, 7. И так для любой циклической перестановки. Поэтому, если кто-то совсем не найдет эти другие непрямые, может их не рисовать, а может рассказать такой человеку вот такое решение. Что если вам нужна циклическая перестановка, то можно просто взять и выписать число в обратном порядке. Но на самом деле, выписать число в обратном порядке, это и есть то же самое, что сделать и тот же. Продолжение следует...